здравствуйте меня зовут ирина будник и это моя авторская рубрика имиджбук и в ней я говорю о книгах которые читаю для души и сегодня мы поговорим об испании каждое лето я мечтаю поехать в испанию вот это лето почти прошло а я снова не побывала в испании но зато прочитала книгу испанского писателя он обаятелен он талантлив он знаменит он артура перес реверте мастер исторических детективов каждая книга которого становится бестселлером долгие годы он работал журналистом и военным корреспондентом побывал во многих горячих точках достигнув кризиса среднего возраста бросил журналистику и решил сосредоточиться на писательстве за что ему от меня отдельное спасибо его танго старой гвардии и еще пара книг мои любимые но сегодня не о них а об истории испании это название книги это издание целиком создано из авторской колонки которую вел артур перес реверте в еженедельнике который выходил пред приложением к двадцати двум по моему испанским газетам писал он ее четыре года но и по прошествии решил что можно вы издать книгу появилась эта книга на историю испании от истоков до 1980-х годов автор смотрит трезво излагает ее смешно едко и иронично когда я прочитала книгу решила посмотреть отзывы конечно я ожидал что они будут восторженные собственно говоря как и мое мнение но увы оказалось что много отрицательных отзывов и самые две главные претензии к автору это первое не научность и второе стиль изложения что пишет по первому поводу сам автор ни разу пишет перес реверте я не претендовал на то чтобы заменить собой профессиональных историков единственной моей целью было вот что хорошо провести время кое-что перечитать и получить от этого удовольствие я кстати тоже получила от этого удовольствие что касается второй претензии к автору это язык и стиль что касается стиля мне кажется автор специально выбрал такой стиль для себя я его определила как стендап на историческую тему почему автор этот стиль выбрал объясню а он обращается к молодым а для них даже события которые происходили в начале двадцатого века кажется грубо глубокой древностью не говоря уже о более ранних веках его задача была вызвать на эмоцию заинтересовать мне кажется это ему удалось читаешь и не можешь оторваться ну и вообще если в таком формате проходили лекции спать играть в телефон или отсиживаться в столовой вряд ли нашлось бы много желающих я бы такие лекции точно не пропускала каждая глава это эссе с мнением писателя где-то злость автора ощущается где-то добродушное подтрунивание где-то горькая печаль за свой народ а сколько гордости в главе где речь идет об участии испанцев во французском сопротивлении цитирую вот тогда-то немытые и завшевелые испанские республиканцы приняли простое решение нет с одной стороны франкистская испания с другой короче говоря товарищи деваться нам некуда так что давайте по крайней мере продаю дим свою шкуру под подороже мужчины и женщины твердые как кремень взяли в руки оружие и принялись отстреливать немцев став ядром того самого сопротивления которым так гордятся французы и нет лучшего способа в этом убедиться как проехаться по городкам и местечкам соседней страны где с ошеломляющей регулярностью вам будут попадаться на глаза памятники с надписью испанским воинам погибшим за францию воинам да еще каким при этом перес реверте не боится признать что в истории его страны помимо гордости и каких-то великих событий были события от которых достойны горького сожаления если бы враги испании были иностранцами так это по еще куда не шло но нет все кто шпагой пером или словом усугубляет или длит беды нации все они испанцы какие только беды не сыпались на голову бедной испании инквизиции изгнание иудеев нищета но самые страшные из них гражданские войны может создаться впечатление что до тех пор пока футбол не захватил испанцев целиком их национальной забавой были гражданские войны как бы цинично это не звучало но как говорил уильям наш шекспир все хорошо что хорошо кончается и по мнению автора все перипетии испанской истории закончились 1986 году когда испания вошла в европейское экономическое сообщество цитирую и прогресс пришел к нам об руку с современностью чтобы остаться адольфа суарес это их политический деятель свое время выбил это в граните испанию не узнает даже ее родная мама и так стала и так до сих пор она и есть конец цитаты так давайте и мы порадуемся за испанцев они это заслужили на этом у меня все читайте и и Субтитры сделал DimaTorzok